Знамя Победы, военная выправка и троекратное «Ура!» парад, посвященный Дню Победы Великой Отечественной войне, открыт. Войска Саратовского военного гарнизона приветствует полковник Валерий Мишнев. Поздравляю 65-й годовщиной Великой Победы! Ура! 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 На театральной площади специально установили большой экран. С него в прямом эфире перед ветеранами и участниками парада выступает президент Дмитрий Медведев. Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах, женщин, заменивших мужчин на заводах, детей, прошедших через немыслимые для их возраста испытания. Все они герои войны. А со сцены фронтовиков и военнослужащих поздравляет глава региона. Дорогие ветераны, мы гордимся тем, что спустя 65 лет вместе с вами встречаем юбилей Великой Победы. Слава народу-победителю, слава солдатам Великой Отечественной. С праздником вас, дорогие земляки, с Днём Победы! Ура! Для ветеранов Великой Отечественной сегодня особый день. Они забыли про старость и про болезни. Многие даже специально приехали на праздник из отдаленных районов губернии и бодро делятся хорошим настроением. Эта поездка, я из Пугачёва, с города, она меня просто радует. Условия хорошие, празднование большое, представляет всем хорошие возможности, чтобы хорошо отдыхать. Вот. Очень мне нравится. Так что в памяти останется. Вспоминают сегодня и о тех, кто не вернулся с войны. Они словно снова встали в строй. Все издания книги памяти проносят по площади. И фотографии фронтовиков, которые не дожили до сегодняшнего дня. За парадом строго следят ветераны. Оценивают чёткость шага и военную выправку молодых. Торжественным маршем проходят войска Саратовского гарнизона, подразделения МВД, МЧС России, таможни, а также учащиеся колледжи и кадетских школ. Струйные шеренги на площади сменяют артисты. Специально для ветеранов и гостей праздников в Саратов приехал хор имени Пятницкого. Театрализованное представление с символичным названием «Великая победа великого народа» тоже своеобразный подарок ветеранам. Их поздравляют представители спортивных федераций, детские творческие коллективы, военнослужащие регионального учебного центра и студенты. Финальную песню «День победы» фронтовики слушают стоя. Екатерина Загранична, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов.